В сентябре 2002 года весь мир взбудоражило известие об исчезновении в Кармадонском ущелье, которое находится в Северной Осетии, семи участников съемочной группы, во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Причиной исчезновения стал внезапный обвал ледника Колка, в результате пропавшими без вести числились несколько сотен человек. Тело актера не обнаружено и по сей день, что породило много домыслов и предположений на тему того, как погиб Сергей Бодров. С вами в Техно-2, и мы вновь попытаемся разобраться и ответим на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Сергей Сергеевич Бодров-младший известен почти каждому российскому зрителю. Свою первую славу он получил благодаря сыгранной в роли Ивана Жилина в фильме «Кавказский пленник». После нее последовала и не менее значимая роль Данилы Багрова в «Диалогии брат» и «Брат-2». И именно благодаря съемкам в этих фильмах он стал всенародно известным. Летом 2002 года Сергей Бодров приехал на Кавказ ради съемок фильма «Связной», в котором он выступил актером, режиссером и сценаристом. Как говорил он сам, как кофе в пакетике, три в одном. 18 сентября съемочная группа приехала во Владикавказ. На 20 сентября запланировали работу в Кармадонском ущелье, где нужно было снять всего одну сцену фильма. В горах киношники долго ждали транспорт, который должен был отвезти их наверх, и начало работы пришлось перенести с 9 утра на час дня. Это стоило жизни всем, кто в тот день присутствовал на съемках. Съемки в Кармадонском ущелье планировалось проводить в августе на протяжении двух недель, но из-за того, что у Бодрова в это время родился второй ребенок. Весь процесс был перенесен на конец сентября. В 20 часов и 15 минут по местному времени с отрога горы Казбек сорвался массив льда. В 200 миллионов тонн за 20 минут Кармадонское ущелье накрыл 300-метровый слой камней грязи и льда. Поток, достигавший скорости 200 километров в час, уничтожал целые деревни, базы отдыха и палаточные лагеря туристов. Поселок Верхний Кармадон был разрушен. Под завалами оказались более 150 человек. Дорогу завалило, и до ущелья спасатели смогли добраться только через несколько часов. На помощь пришли и все жители окрестных деревень. В результате трехмесячной спасательной операции обнаружили всего 19 тел. В следующие два года на месте катастрофы каждый день работали добровольцы. Прямо на леднике они разбили лагерь под названием «Надежда». По их версии, съемочная группа могла добраться до автомобильного тоннеля и укрыться от лавины там. Близкие пропавших настояли на том, чтобы в 100-метровой толще льда прорубили скважины, которые бы вывели спасателей в тоннель. Рассчитать место расположения тоннеля удалось только с 20-й попытки, и в тоннеле не нашли никаких следов пребывания людей. В 2004 году попытки найти погибших прекратили. В марте 2008 года, недалеко от места, где исчезли кинематографисты. Рабочие нашли кузов белого москвича с останками человека внутри. За несколько лет его вымыло водой из сельвы массы. Пресс-секретарь МЧС Северной Осетии Владимир Иванов тогда сказал, что это не могла быть машина из съемочной группы Бодрова. Москвич был найден ниже Крамадонских ворот, а съемочная группа фильма «Связной» не успела даже выехать из ущелья. Специалисты исследовали костные останки и узнали, что погибший мужчина 45-60 лет, ростом 175-177 сантиметров. У него была вторая группа крови. Под эти параметры подошел местный житель, 40-летний Иранбек Цирихов. Колка. Так называемый пульсирующий ледник, который время от времени обрушивается вниз. Но точно предвидеть время катастрофы было невозможно. Ученые до сих пор спорят о причинах схода колки и сошлись лишь в том, что одним из факторов был газодинамический взлом. Изначально специалисты предполагали, что виновато обрушение висячих ледников с Казбека, но теперь его воспринимают лишь как одну из причин. Глициолог Лев Десинов, Институт географии Иран, настаивает на стечении обстоятельств. Несколько землетрясений вызвали пульсацию ледяных масс, в то время как снизу они разогрелись активной вулканической массой. Внутреннее таяние увеличило напряжение, а вулканические газы под давлением заполнили все пустоты. Ученый был одним из первых экспертов МЧС, которые делали облет ледника сразу после его схода. Загадочные обстоятельства трагедии заставляли многих выдвинуть мистические версии произошедшего. Некоторые горцы утверждали, что спустя полтора часа после схода ледника члены группы выходили на связь. А еще нашлись люди, которые якобы видели Бодрова живым спустя годы после трагедии. О жизни и деятельности Бодрова написано несколько книг, снято множество передач и документальных фильмов. Но больше всего дань уважения актеру отдали любимые им музыканты. Они посвятили ему ряд песен, которые время от времени исполняют на своих концертах, сопровождая кадрами из фильмов Сергея. Среди таких наиболее известные группы Агата Кристи, Би-2, смысловые галлюцинации, певец Вячеслав Бутусов и певица Ирина Салтыкова. Есть масса версий о том, как на самом деле погиб актер Сергей Бодров и где находится его тело. От очевидно бредовых и мистических до адекватных и научных. Мы же попытались ответить на этот вопрос непредвзято и основываясь исключительно на следственных материалах. А с вами был Втехно-2. Всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале Вечная память Актеру.